Всем привет, дорогие друзья! В этом видеообзоре поговорим о часах Casio Edifice EFR563. Я думаю, вы заметили, что версия у нас сегодня необычная. У нас лимитка с кудырие Toro Rosso Limited Edition. Такой рекламный проспектик с изображением болида. В общем-то, отличия начинаются уже, конечно, с упаковочных материалов. Такая черная коробка. И, кстати, не зря она черная, друзья. И часы у нас сегодня такого черного вороного цвета. А как видите, все оформлено в виде карбоновой текстуры. Конечно же, это картон, но такая дань автомобильной тематики, безусловно. Но имеются такие рекламные проспектики в виде вот такой конструкции. Ну, в общем-то, чтобы часы красиво смотрелись. Такая одноминутная развлекуха. И внутри, конечно же, документы. В общем-то, все. Нас интересуют часы. EFR563, релиз 2018 года. Рядовой хронограф в линейке EDIFIS. Особо он, на самом деле, ничем не отличается. Но лимитка, конечно, интересна все-таки, в первую очередь, дизайнерскими решениями. Во-первых, такой черный цвет, друзья. Достаточно глубокий черный вороной цвет. И причем как корпус, так и браслет. Не часто встречаются именно поистине полностью черные часы. И кому наскучил стальной блеск, я думаю, могут прийти по вкусу однозначно. Ну, плюс, конечно же, это фанатская версия для любителей Формулы-1, для любителей автоспорта. И, как видите, в оформлении однозначно есть акценты. Это, во-первых, цветовые. Это красный и синий. Это цвета конюшни скудри Торо-Росо. В общем-то, изображение быков. То есть, владельца данной скудри Рэдбула. И мне, кстати, очень понравился сам цифер. Обратите внимание, он, конечно, играет цветом. То есть, имеет место такое сатинирование от центра края. Да, в общем-то, смотрятся они достаточно живо, согласитесь. Здесь безель также стальной и имеет выбитые индексы минутные, либо часовые. И тоже, кстати, придержаны в цветовом оформлении. В целом-то, это хронограф. Хронограф, конечно, достаточно простой. Это шаг в одну секунду. Общий замер в 10 минут. Но в ретроградном виде минутный счетчик расположился. В принципе, смотрится, согласитесь, ну, не дурно во всяком случае. Верхняя же кнопка Stop и нижняя, как обычно, обнуляет показатели. Справа на 3 часах у нас расположился циферблат с 24-часовым отображением времени. И имеется индикация даты между 4 и 5 часами. Достаточно массивные стрелки. На таком темном фоне они, конечно, хорошо прослеживаются. И они с люминесцентным составом, друзья. Чего не скажешь про метки. Они вроде как бы тоже намекают на то, что имеют состав. Но нет, друзья, такого там нет. В общем-то, массогабаритные показатели. Это 52 миллиметра по высоте и 48,9 по ширине, друзья. Почти 49 миллиметров. Они такие немаленькие уже, конечно, хронографы. И в толщину 12,4. В принципе, рядовая толщина для представителей данной коллекции. Задняя крышка сталь. И, как видите, также имеется информация, что это лимитированная версия. Тороросу. Год. В общем-то, такая ситуация. Штампованный браслет, друзья. Что, впрочем, не мешает этой модели весить 167 грамм на полном браслете. Да, она такая весьма тяжелая. Конечно, позванивает. Но такова природа штампованных браслетов. Застежка на двух нажимных кнопках. В принципе, стандарт для данной коллекции. С выбитым, опять же, лого. 100-метровая водозащита. И циферблат прикрывает минеральное стекло. Здесь ничего необычного не завезли. Батарейка стандартная, трехлетняя. В принципе, такая ситуация. Прикину на свою руку. Оцените, как смотрится данный фанатский выпуск. На самом деле, черные часы однозначно имеют место быть. Они смотрятся уже иначе. Плюс спортивный характер, спортивные цвета. Довольно-таки яркие, да? Красная секундная стрелка. Она тоже придает динамике циферблату. Вот, впрочем, вот так вот это все выглядит. На запястье с охватом 17 сантиметров. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях о данном выпуске. Кто вдруг из вас еще не подписан, подписывайтесь, ваши лайки ставьте. И всем пока!